Около полутора миллиардов рублей потратят в этом году на ремонт дорог в Старом Осколе. На следующей неделе на территории округа запускается асфальтобетонный завод, после чего дорожники смогут активно приступить к ямочному ремонту, а затем и к полноценному. Около 11 тысяч квадратных метров ямочного ремонта в этом году выполнят в Староскольском городском округе. Сумма контракта – 15 миллионов рублей. Бюджет – местный. Естественно, потребность в ямочном ремонте большая. Мы это понимаем. И сейчас с наступлением благоприятных погодных условий, буквально с понедельника, запускается уже асфальтобетонный завод на территории Староскольского городского округа, что позволит многократно увеличить площадь ремонта. Перечень для ямочного и полноценного ремонта определяют кураторы управления капитального строительства. Как пояснил заместитель главы администрации Старого Оскола Степан Ильяев, специалисты проводят еженедельный осмотр дорог. Формируется реестр, и из реестра уже формируется первоочередность. Первоочередность складывается, конечно же, по уличной дорожной сети, по которой максимальное движение. То есть те улицы, которые максимально нагружены, в первую очередь ремонтируются они. И дальше по снижению нагрузки, и в последнюю очередь ремонтируются дворовые территории. Полноценная укладка асфальта начнётся после того, как температура воздуха не будет опускаться ниже плюс 10 градусов. Подготовительные работы по фрезерованию изношенного покрытия стартуют уже через неделю. В этом году наконец-то обновят дорогу на Комсомольской и Октябрьской. Запланирован полноценный ремонт до улицы Ленина с заменой бортов и перильных ограждений на мосту. Эти участки – одни из самых проблемных в городе. При проведении ямочного ремонта выяснилось, что основание под мостами, то есть под асфальтом лежит бетон, он находится в неудовлетворительном состоянии и требует уже сам мост капитального ремонта. Поэтому в этом году принято решение провести обследование этих мостов, получить заключение, в каком они состоянии находятся. Попытаемся разработать проектную документацию и запустить на федеральное финансирование ремонт этих мостов. Всего в 2022-м в округе запланировано отремонтировать по областным и федеральным программам 42 километра дорог, 16 из них в сельских территориях. Помимо этого, в рамках инициативного бюджетирования обновят еще семь участков дорог протяженностью более 7 километров. Администрация надеется в этом году повторить оперативное выполнение программы «Безопасные и качественные дороги» и выполнить ремонт участков, запланированных на 2023. «Задача такая у нас стоит. И контрактом предусмотрены сроки именно по программе «Безопасные и качественные дороги» выполнить работы до 1 июля. И, как показывает уже многолетняя практика, не первый год, мы с этим справляемся. И в целом вся область справляется. И если, точнее, когда в этом году такая же ситуация повторится, я надеюсь, что нам выделят дополнительные денежные средства на ремонт дорог. Всего на дорожный ремонт в этом году выделено практически полтора миллиарда рублей. Преимущественно из областного бюджета.